Всем привет, друзья! Вы на канале Биг Ньюз. Юный вокалист из Петербурга рассказал, что не сомневался в собственном триумфе и шел к этому много-много лет. А перед началом с вас лайк, подписка и погнали! Финал восьмого сезона детского голоса получился по-настоящему захватывающий. В ожесточенной схватке Елизаветы Трофимова и Владислава Тюкина с перевесом в 1,4% голосов выиграл мальчик из команды Светланы Лободы. Кстати, до дополнительного тура он был первым и единственным мужчиной среди финалистов. И несмотря на то, что многие ждали победы Лизы, талантливой дочери Барда Трофимова выиграл именно Влад. Старательный вокалист по манерам, артистизму и извешенности, напоминающей Александра Олешко. И вот, что Влад рассказывал в интервью «Комсомольской правде». Как я уже говорил, довольно редко ожидаю, планирую заранее на протяжении какого-то времени. И только в самый последний момент, когда Дмитрий Нагиев говорит, и сейчас показываем результаты голосования, я четко и точно понял, ну я? Кто еще? Нет, я не говорю, что кто-то плохо спел, просто я видел, как мне аплодировала публика, как было круто. Поэтому, ну блин, я ждал этого, стремился к этому много-много лет, Влад в 12, и никак не ожидал, что когда-то обернется все таким замечательным образом. Честно, затрудняюсь ответить, обидеть Фредди Меркури или Аллу Борисовну Пугачеву, значит взять на душу грех. Обе песни дико крутые, во время исполнения песни не отрекаются, любя я показал больше вокальных способностей. А когда пел Куин, отдал себя залу и публике, выложился на миллион-миллион процентов. Конечно, благодарю всех, кто был со мною, как поется в финальной песне шоу «Голос дети». Огромное спасибо, что вы отдали голоса мне, я использую это, постараюсь, надеюсь, что вырасту знаменитым популярным артистом, таким как Фредди Меркури или Алла Борисовна Пугачева. Ну что ж, вот такое коротенькое интервью получилось, а вы не проводите время не зря, и всем пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!